Я сегодня и вчера плакала. Я плакала одна, я плакала при своём сыне. Я видела и пересматривала несколько раз видео праздника, где начинается праздник, потом так успокаивает смотреть, когда люди просто танцуют. Насколько оказывается, это замечательно, видеть, как люди просто танцуют. А потом, немножко секунд вперёд, и ты видишь, как их жизнь закончилась. У них сердце бьётся так, что аж в ушах звенит. Они понимают, что у них жизнь закончилась. И это очень страшно смотреть, потому что ты сидишь в безопасности, и ты ничего не можешь сделать. Ты видишь людей, которые уже мёртвые, а у них ещё жизнь немножечко-немножечко осталась. И этот страх дикий в глазах, когда они бегут, держит камера, и ты слышишь голоса. Потом эти какие-то аэропланчики. Посмотрите, какую-то технологию придумали, как убивать людей с неба. А потом непонятно что. Я увидела, что есть люди, которые выжили, и они побежали не на парковку, а в другую сторону. Вот те, которые убежали на парковку, всех убили. А те, которые убежали куда-то в West или North, они как-то в спину стреляли, но они выжили. И они говорят, верните нам друзей. А друзья... И там что-то было жутко. Я не знаю, сколько это продолжалось часов, но они успели убить часть. Изнасиловать на глазах убитых, точнее, насиловать прямо там, где убитые лежали. А потом каких-то женщин они добили, а каких-то забрали. И это всё время, вся вот пытка, издевательство, надругательство над мёртвыми телами, всё это длилось. Я не знаю, куда смотрела израильская армия, но у них было столько времени для их религии, которая привела в бешенство все их гормоны. Дальше. Мирные жители, которые прятались в домах с детьми. Целыми днями, несколько часов я сегодня смотрела американские новости. Там очень много родственников, которые живут и в Австралии, и в Германии, и в Канаде. Куча людей, которые живут и узнали своих родственников. Смотреть на них невозможно, потому что они показывают чуть ли не вещи этих родственников, фотографии. И они ничего не помнят, как пахнет, ну, запах их духов или что-то такое. То есть они ещё живы, и их уже нет. А смотреть на них невозможно. Вот эти разговоры про то, что шли эти, сектор газа из дома в дом. Значит, была семья, которая сказала, мы спрятались, мы в порядке. Вот это они сказали в последний раз. То есть не волнуйтесь, всё хорошо, мы спрятались. У нас как бы всё хорошо. И через какое-то время они зашли к ним в дом и расстреляли всю семью. Там трое деток и мама с папой. Я разрыдалась, я когда это всё увидела, я не могла всё это видеть. Вот сейчас 40 голов отрезали. 40. Это же нужно было не то, что расстрелять. Это же не то, что убийство. Это же какое-то глумление. Просто религия с религией и сатаной, и со всем этим перемешалось. Они подходили к ребёнку и отрезали голову. Это же нужно было остановиться, нужно было достать нож, и нужно было какую-то сноровку иметь. Эти головы, эта кровь, это эти родители. Я не знаю вообще, кем они себя называют. И самое что ужасное, несмотря на то, что всё это присутствует во всех СМИ, на всех языках это транслируют. На всех языках мира. Я абсолютно уверена, что по-китайски, по-японски, по всем. Палестинцы выходят на улицы в огромные... Откуда они повылазили, я не знаю. Я их никогда вообще не видела нигде. Нигде их не видела. Я вообще их не видела нигде. Ни по телевизору, ни в СМИ. Нигде вообще, не лично. Сейчас они повылазили. И они идут такой толпой, что израильтянам нужно прятаться. Их оттягивают куда-то там. Флаг у них полиция выдирает, чтобы их только не убили. Серьёзно, что ли? Это вот такое отношение. Это мразь, которая вылезла в Израиль. Теперь повылазила по всем странам планеты. По всем нормальным странам. Но есть какие-то страны, может быть, где эта мразь может сидеть? Ну так живите там. Вот там живите. Там есть ли какая-то территория, где можно вот этим мразям плодиться и друг друга резать? Зачем же вы пришли в цивилизацию? Вы же так её ненавидите. И вот они идут с этими флагами. Ведь в Торонто, только что сделала видео, в Торонто шло. Я не знаю, что было у нас в Бостоне. По-моему, всё нормально. У меня друзья пошли, но вроде как тихо, спокойно. Ну, был какой-то небольшой инцидент, но недостаточно яркий. Короче, откуда они вообще? Как эти все люди, зная, что дети мёртвые? Представляете, ещё дом, 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 дом. Получается, ты сидишь и ждёшь, когда тебя зарежут. Ты сидишь и ждёшь, что зарежут твоего ребёнка на твоих глазах. Ребёнка, ребёнка, тебя, мужа. И всё это, знаете, как их нят, будут резать по одному. Представляете, ты сидишь и ждёшь, и ты слышишь, кричат люди, и некуда бежать. Некому молиться, никто не спасёт. Но эти палестинцы вышли на улицу, и они пока этих режут, они идут и кричат «Свободу палестинцев». В чём свобода этих людей была ограничена до этого места? Кто был несчастен, я не могу понять. Дети живы. Сектор газа стоял. Люди все были живы. Ну как же нужно было так развить своё ощущение свободы в Палестине, чтобы нужно было ходить по домам чужим? Это ж позор какой. Позор их матерям, позор их детям. Позор вообще всему этому народу, который может себе позволить такой бездравственный, бесчеловечный поступок, чтобы теперь весь мир знает, что такое Палестина, кто их родил, как они вообще, получив образование, получив понятие, что есть хорошо, что есть плохо, позволили себе вырастить такое поколение ублюдков. Ну действительно, поколение ублюдков. Теперь каждый человек, который ещё называет себя палестинцем, должен встать на колени перед израильтянами, то это будет недостаточно. Как им нужно встать на колени и сказать, что я прощён? Нет, это так не работает. Продолжение следует...